Что они говорят? Мы со своей стороны сделаем, то есть дадим все, что нужно, а арцахцы пусть уже там свои вопросы решают. За все это время не было проделано никакой абсолютно работы, чтобы удержать хотя бы один, два, три населенных пункта. Дефакто премьер заявляет, что ситуация может скатиться снова в войну, тем самым они готовят, скажем так, общественность к новой сдаче, апеллируя к тому, что вот если не сдадим, будет война. То есть если минская группа не может никак влиять на ситуацию на земле, в чем тогда ее перспектива? Для них нужна просто гарантия безопасности, что у нас есть натовский североатлантический зонтик, а для России важно, что дайте нам гарантию, что вот эти красные линии не будут, скажем так, никто не перейдет эти красные линии. Добрый день, в эфире Илья Монг ТВ. У нас в гостях кандидат исторических наук, востоковед Сергей Мелкованян. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Спасибо, что приняли наше приглашение, пришли в нашу студию. Спасибо за приглашение. Сергей, ну начнем с одной из самых обсуждаемых на сегодняшний день тем. Это вот последняя пресс-конференция нашего премьер-министра, где он сказал о том, что вот фактически население Бердзора, Лачинского коридора, оно будет выселено, да, и это связано с тем, что вот якобы вот это в соглашении, там есть пункт о том, что вот будет проложен новый маршрут, и в связи с этим нужна перелокация населения. Как вы к этому относитесь? Ведь в этом соглашении нету, а о населении ничего сказано. Совершенно верно. Значит, в трехстороннем заявлении от 9 ноября указано, что должна быть построена альтернативная дорога, соединяющая республику Армении и республику Арцах. А что касается населения не только Бердзора, но и Агавной, ряда других населенных пунктов, по разным оценкам там проживает порядка 130 семей. В общем, про судьбу этих населенных пунктов ничего не написано. Но заявление было, в том числе и о другом, что будет альтернативная дорога, которой надо пользоваться. А эти населенные пункты, точнее контроль над территориями, к этому коридору перейдет Азербайджан. А всем остальными вопросами техническими пусть Арцах занимается. То есть что они говорят? Мы со своей стороны сделаем, то есть дадим все, что нужно, а Арцахцы пусть уже там свои вопросы решают. За все это время не было проделано никакой абсолютно работы, чтобы удержать хотя бы один, два, три населенных пункта. То есть они говорят, вот мы там вложили столько-то денег, направили в Арцахский бюджет и так далее. А с населенными пунктами, то есть с, скажем так, ключевыми жизненно важными вопросами ничего проделано не было. А что касается дороги, то она вообще, скажем так, непригодна для эксплуатации, тем более в зимнее и осеннее время года, когда дожди, зима и прочее. То есть может сложиться такая ситуация, что Арцах вообще будет отрезан от Армении, ну где-то на несколько месяцев как минимум. То есть вы имеете в виду эту новую дорогу, которую прокладывают? То есть она будет непригодна к эксплуатации для доставки грузов, товаров, да и сами миротворцы вряд ли смогут ею так оперативно пользоваться. То есть это большая проблема с точки зрения безопасности. Но, видимо, они получили какие-то гарантии, скажем так, даже, наверное, не гарантии, а обещания безопасности. И на основании этого сейчас сдают, как это, с барского плеча. Это сдадим, то сдадим, лишь бы нам пообещать, что вы нас не тронете. Но при этом они зажимают в тиски, строят такие дороги, открывая новые, скажем так, воинские части по периметру Арцаха, там, где осталось армянское население. То есть ничего не говорит о том, что будут иметь место какие-то гарантии, меры и прочее. Если бы в ходе, скажем так, этого промежуточного переговорного процесса они бы смогли добиться полной демилитаризации занятых Азербайджаном районов Арцаха, ни одного военного, чтобы там не было, да, только погран войска вместе с российским миротворцем и так далее, тогда каких-то гарантий безопасности можно говорить. А там не просто, скажем так, нету даже таких обещаний, наоборот, открывается под Гадрутом, новые там подразделения команд и в ряде других населенных пунктов. То есть все говорит о том, что здесь не про безопасность. Ну, во всяком случае, в этом заявлении говорится также о возвращении беженцев, и ничего не говорится о том, что коренное население должно уехать куда-то. То есть это пункты, которые вообще противоречат, да, это новое соглашение, которое противоречит тому, что вот сказано в соглашении от 9 ноября. И еще такой вот момент во время пресс-конференции. Пашинян также сказал о том, что азербайджанская сторона, она как-то препятствует введению вот переговоров, делимитации, демаркации границ, этот процесс как-то, да, она затягивает и ведет к войне. Он сказал, что Азербайджан ведет к новой войне, несмотря на то, что Азербайджан потом отреагировал, сказал, что армянская сторона как-то затягивает процесс. Видите ли вы, что реально сейчас идет дело к новой войне? Скажем так, после 9 ноября 2020 года Азербайджан продолжил пополнять запасы вооружения и военной техники довольно современным оружием, в том числе из Израиля. То есть как минимум четыре военно-транспортных самолета были, скажем так, вылетели из израильского аэродрома в сторону Баку. Понятное дело, зачем. Не говоря о том, что, например, в Баку были впервые презентованы тяжелые турецкие беспилотники АКНЧИ. То есть это не те боеракторы. То есть милитаризация продолжается со стороны Азербайджана. В это время, где-то полгода назад, де-факто премьер-министр Армении заявил, что от союзника и в целом мы пока никаких вооружений не получали, не закупали. О чем это говорит? Что ты продолжаешь говорить с позиции слабой стороны. А пока ты слабая сторона, ты больше провоцируешь сильную сторону на, скажем так, силовое решение всех вопросов, не на переговоры. То есть зачем идти на переговоры, о чем-то договариваться и что-то уступать, если можно силам дальше получать больше. Это первое. Второе. Когда де-факто премьер заявляет, что ситуация может скатиться снова в войну, тем самым они готовят, скажем так, общественность к новой сдаче, апеллируя к тому, что вот если не сдадим, будет война. То есть много раз говорил, еще раз напомню, что начиная с 2020 года действующие власти начали ставить знак «равно» между войной и капитуляцией. Такого никогда не было. Такого не было в 90-х, когда война обернулась, победа для армянской страны. Такого не было в 16-м году, когда, скажем так, Блицкриг провалился и под контролем Азербайджана осталось 8 квадратных километров. И напомню, что в 16-м году именно азербайджанская страна запросила перемирие, не армянская страна. Потому что армянская страна уже пошла в контрнаступление. А в 20-м году война, скажем так, стала синонимом капитуляции. Запугивая население очередной войной, соответственно, очередной капитуляцией, проще манипулировать общественным сознанием и сдавать все, что требует враг. И действительно, наверное, они думают, что если они сдадут, то что-то, скажем так, какие-то гарантии им дадут. Но это похоже, знаете, на 1939 год, когда умиротворяли агрессора, в итоге агрессор, в общем, стал сильнее и случилось то, что случилось. От своих стратегических планов по, скажем так, установлению контроля над Сюником, над всей остальной частью Арцаха никто не отказывался. По крайней мере, открыто. Ни в Турции, ни в Азербайджане об этом не заявляли. Поэтому, когда ты потворствуешь агрессору, способствуешь и умиротворяешь, тем самым ты его усиливаешь, провоцируя нападение. И сейчас вот вокруг минской группы ОБСЕ идут активные обсуждения. Лавров заявил, что этот формат уже фактически перестал существовать. В этом его поддержал также Алиев. При этом Пашинян и армянская сторона активно продвигают необходимость этого формата. Насколько вот с армянской точки зрения, из армянских интересов вытекает, чтобы этот формат оставался актуальным и существовал? Надо, в общем, стараться работать с теми, кто непосредственно влияет на ситуацию на земле. То есть, если минская группа не может никак влиять на ситуацию на земле, в чем тогда ее перспектива? То есть, раньше она могла что-то сделать. Сейчас, когда одна страна конфликта заявляет, что она ничего не делает, и они, в принципе, ее блокируют, когда Россия ее тоже фактически блокирует, оставаться одной и говорить, нет, все-таки давайте. При том, что никаких гарантий они не дают. То есть, если бы минская группа говорила, что мы должны обсудить статус Арцаха, который основывается на референдуме, тогда у армянской страны есть основания, в общем, ссылаться на минскую группу и говорить, так, если вы не хотите здесь решать, в трехстороннем формате Армения, Азербайджан, Россия, статус Арцаха, давайте все-таки с минской группой что-то сделаем. Минская же группа ничего не говорит о статусе Арцаха как таковом. Мы помним последнюю встречу в Брюсселе, которая была, то есть, там не то, что планка ожидания, которая была в отношении статуса, типа нас, то, что де-факто премьер заявлял, международное сообщество просит нас понизить ожидание, планку ожидания в отношении статуса Арцаха. То есть, это и есть то самое международное сообщество, это первое. А второе, после встречи в Брюсселе, там было четко прописано, скажем так, азербайджанский дискурс о совместном заявлении, где говорится об армянском этническом меньшинстве, которое проживает в зоне Карабаха. То есть, это фактически есть европейская позиция. О каком статусе можно говорить? Если бы, еще раз, если бы там было на что опираться, тогда Еревану был бы смысл как-то ввинчивать сюда ОБСЕ. Пока в этом нет никакой перспективы. А тогда как понять вот это вот желание всеми способами удержать этот формат? Чего, может, опасается Армения? Или почему она вот так, армянская сторона? Ну, у действующей власти достаточно фобий, связанных в первую очередь со своим пребыванием. А что касается своим пребыванием у власти, своего воспроизводства. А что касается Минской группы, я не думаю, что там связано с какими-то опасениями. Возможно, они думают, что Минская группа сможет как-то сбалансировать Турцию, Россию, Азербайджан. Не знаю, к сожалению, наверное, такое невозможно. Потому что Запад здесь никогда не играл доминирующую роль. Южный Кавказ — это традиционная зона сооткновения интересов трех империй. Персидской, турецкой и российской. Думаю, что сейчас французы, Макрон там написал один твит во время войны, что мы вас не бросим. И, собственно говоря, все. То есть, если они не могут повлиять на ситуацию на земле, о чем тогда разговаривать? Начиная с 2020 года, ни Франция, ни Соединенные Штаты, как сопредседатель Минской группы, не реализовали хотя бы одну гуманитарную программу в Карабахе. То есть, если они даже не могут помочь с возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры, про вопросы безопасности, переподготовки и, скажем так, невооруженных компонентов для обеспечения безопасности, там, защитные средства или еще что-то. То есть, даже об этом не говорится. Если они все-таки не могут ничем способствовать в этом смысле, о какой их роли именно политической может быть речь? То есть, они играют за столом, фактически, да, если мы посмотрим, где у них нет никаких карт в руках. Ну вот, говоря о внутриполитической ситуации, Май был в этом плане очень активен, и вот оппозиция, эти митинги все, и даже ожидали уже отставку нынешней власти, правительства. Почему вот так все как-то пошло на нет, вот это все движение, эта волна как-то вот прошла, и видите ли вы сейчас какой-то, вот сейчас оппозиция уже перешла в другой формат, продолжаются эти все митинги, но уже в другом формате. То есть, почему не произошла отставка, и сейчас, что происходит сейчас? В общем, на самом деле, мало кто питал иллюзией, что если собрать даже 50 тысяч, что в целом оппозиция сделала, то они подадут в отставку. В общем, этого не следовало ожидать. Здесь вопрос как самой власти, так и в шагах оппозиции. Что касается самой власти, то здесь ее физическое пребывание у власти есть гарантия их физической безопасности. Они это прекрасно понимают. В общем, так таковы реалии. Поэтому там после 9 ноября никто из них даже не появлялся на улице. Ну, потому что они чувствовали, что может быть какая-то там опасность со стороны семей погибших и так далее, или тех, кто вернулся с фронта, которые были преданы и брошены. То есть, поэтому они зубами будут в нее цепляться. Это первое. Второе. Что касается поддержки. После заявлений французских и американских дипломатов стало очевидно, что в целом они поддерживают действующий режим. Итоги референдума они не могут, не референдума, а выборов в 21-м году не могут быть пересмотрены. Это было демократически и так далее, и так далее. При этом ни одного реверанса в сторону действия оппозиции, о том, что было многократное применение насилия и так далее, то, собственно говоря, чем раньше они во многом и занимались. Российская сторона сказала, что это внутреннее дело Армении, мы не вмешиваемся. То есть, мы имеем ситуацию, когда, если смотреть черно-белыми очками, есть власть, есть оппозиция, на стороне власти фактически ряд европейских государств, на стороне оппозиции ни одна внешняя сила. Помимо того, что власть имеет колоссальный внутренний ресурс, у нее есть и внешняя поддержка. У оппозиции очень мало внутренних ресурсов и нет внешней поддержки. То есть, в этих условиях ожидать какой-то быстрой победы явно не стоит. Что касается самих действий оппозиции. В ходе, скажем так, протестного движения они поняли, на чем надо сосредоточиться. Первое, это информированность граждан. То есть, то, как показали опросы, порядка, сейчас не соврать бы, цифра, по-моему, была 47%. 47% людей, населения Армении, не знали о том, что была встреча в Брюсселе. Соответственно, еще больше людей не знает, что там, собственно говоря, было. И еще больше не знает, что это означает. То есть, может предположить, что подавляющее большинство населения не знает, о чем договорились, какие последствия. Это связано с тем, что оппозиция была сосредоточена в основном в Ереване, ну, как в столице, потому что все вопросы здесь решаются. Если протестный потенциал здесь поднять, с их точки зрения можно было быстро решить вопрос. Но вот эта волна, которая поднималась, протестная, там, с какой-то инфоповод появлялась, она быстро угасала сразу. Потому что разбивалась об огромную инфомашину, которая, собственно говоря, занимается обслуживанием интересов действующей власти. Они просто гасили, выдавая там другую повестку. Например, произошел какой-то там трагичный случай во время протестов. Провластные ресурсы вбросили, скажем так, видео с поведением матери спикера на собрании, и все начали обсуждать это. Или когда все начали обсуждать, скажем так, ляп журналиста провластного бизнесмена. про Миссисипи. То есть это разбивает инфоповестку. То есть когда люди говорят, а в чем ваша повестка, когда они задают тон, а ты, собственно говоря, распространяя все эти материалы, фактически поддерживаешь, а это их повестка, это они сгенерировали. Ты разбиваешь тем самым свою повестку. Люди уже не понимают, а за что идти, зачем идти и так далее. Поэтому если они сейчас сконцентрируются на работе именно с населением на земле, это первое. А второе, в инфопространстве, то есть будут созданы хотя бы информационные ресурсы, или те имеющиеся ресурсы, которые есть, будут как-то систематизированы, чтобы более-менее слаженная работа была. Потому что многие люди, которые участвовали в протестах, приходилось как-то по личным каналам узнавать, а какие дальше действия, а что завтра, что послезавтра, не говоря уже об обычном населении. То есть вот эту работу надо проводить, и она, насколько я понимаю, сейчас проводится, но так вот на low level, пониже, но она должна быть бесперебойной. Как только ты остановил поток условной холодной воды, все дальше заливается горячей водой, она со стороны власти бесперебойная. Понятно. И вот с прошлого года в Армении начало действовать движение, сильная Армения с Россией за Новый Союз. Россия, которая объединила различных и политиков, политологов, деятелей культуры, они все выступают, у них конкретная повестка вступления Армении в союзное государство с Россией. Россия, Беларусь уже существует, и вступление Армении как выход из сложившегося внутриполитического и внешнеполитического кризиса. На ваш взгляд, насколько вот это сейчас отвечает интересам Армении, и насколько это вообще реально? Я не знаю, насколько это отвечает интересам Армении, потому что все-таки Армения, будучи независимым государством, все-таки старается оставаться таковой, сталкивается с теми вызвами, которыми она справиться пока одна не может. Я не думаю, что есть какой-то выход, если Армения станет частью проекта союзного государства именно сегодня. С другой стороны, если это сделать завтра, может быть, стартовая позиция намного хуже. Поясню, в чем суть. Фактически сегодня армян-турецкую границу охраняют совместно по границе войска российские и армянские. То же самое с де-факто азербайджанской границей. Периметр Сюника держат совместно фактически армянские войска и российские войска. То есть в этом плане по вопросу суверенитета картина ясная. Что касается союзного государства, то здесь я не думаю, что именно сегодня исходит из армянских интересов. Объясню, почему. Надо понять, в каком формате что это подразумевает. Если это подразумевает, что, естественно, Армения остается независимым государством, остается членом ООН, у нее своя повестка, свои вооруженные силы и так далее, и так далее, и так далее, и при этом появляются условные железобетонные гарантии безопасности не только Армении, но и Арцаха, тогда есть смысл это обсуждать. А когда... Именно обсуждается с тем, чтобы Арцах тоже вошел в состав союзного государства? Ну, я не знаю, насколько ли это вообще в принципе отвечает интересам Москвы. То есть зачем им условно... Сейчас многое обсуждается обхождение условно Арцаха в состав России, признание республики Арцах по принципу прецедентов, а уже не прецедентов, а уже конкретного тренда, там, Донецк, Луганск, Херсон и так далее. А для чего России это надо? То есть если России надо удерживать свое влияние на Южном Кавказе, наверное, проще договориться с Азербайджаном, двухсторонней основе, иметь там свои войска, тем самым такую нервную точку сохранить между Армени и Азербайджаном. Притом, что даже если Россия признает Арцах, и Арцах захочет войти в состав России, чего, кстати, многие в Арцахе хотят, нет банально прямого сообщения. То есть если закроют доступ, условно, и Армения, и Азербайджан, они туда никак не попадут. То есть здесь очень много вопросов, и я не знаю, насколько ли это отвечает и российским интересам, и армянским интересам, честно говоря. Хорошо. И вот сейчас, переходя к нашему непосредственному стратегическому союзнику России, мы видим, что очень напряженная ситуация вокруг Украины. И сейчас фактически буквально на днях Россию объявили главным противником НАТО, главной опасностью мировой. На ваш взгляд, как будут дальше развиваться события противостояния России и Запада, и насколько далеко это может дойти, может ли это вылиться в новую мировую войну? В этом смысле, кстати, Россия не ошибалась. Если посмотреть заявление агент Сека НАТО по итогам их саммита в Мадриде, то они там четко сказали, что мы в целом расценивали Россию как таковую с 2014 года. То есть, когда Россия говорила, что нас считают врагом, в нас видят угрозу, и, соответственно, когда ты считаешь кого-то врагом и в ком-то видишь угроз, соответственно, ты будешь предпринимать шаги какие-то. То есть, в этом смысле Москва оказалась права. Другое дело, что это уже вот сейчас только всплыло наружу, и они уже официально под этим подписались. Наибольшую озабоченность здесь должна вызывать тенденция на усиление так называемого восточного фланга. То есть, когда генсек НАТО заявил, что Россия получит еще больше НАТО у своих границ. То есть, повысит численность своего контингента с 30 тысяч, с 40 тысяч до 300 тысяч. А вот это создает уже серьезный дисбаланс. Если, скажем, в кейсе с Швецией и Финляндией для России в целом не критично их вступление в НАТО, то есть, для них важны именно гарантии безопасности нескольких вещей. Первое, неразмещение американского ядерного оружия и его продвижение на восток, на чем с Германии находится, потом хотели перекинуться на Украину, и неразмещение ненациональных вооруженных сил. То есть, чтобы, например, на границе Швеции и Финляндии носить территорию, на границе с Россией не стояли американские военные. То есть, вот это как раз является красной линией для России. После того, когда Швеция и Финляндия заявили о том, что они рассматривают свое членство в НАТО, пару месяцев назад Путин связался с лидерами, и они, видимо, обсудили это. И было обозначено, что это красная линия. Для них нужна просто гарантия безопасности, что у нас есть НАТОвский североатлантический зонтик, а для России важно, что дайте нам гарантию, никто не перейдет эти красные линии. Видимо, они эти гарантии в том или ином образе дали. А что касается большой войны, пока что тенденция к этому идет, если они действительно увеличат численность контингентов. Зависит от того еще, в какой промежуток времени это произойдет. И еще один момент, что касается Украины, то они заявили, что мы все еще настаиваем на том, что Россию надо победить на Украине на поле боя. То есть, раньше эта риторика как-то сошла на нет, то есть все уже начинали сомневаться, что и как сделать и начали давить на Киев, чтобы он пошел на сделку, на компромисс и так далее. То есть сейчас они получили еще больше уверенности. Вот эта тенденция, скажем так, негативная. И в связи с этим многие говорят о том, что сейчас происходит пересмотр итогов Второй мировой войны, особенно с действиями на Украине. Вот на евразийском пространстве какие вы тенденции видите? Как-то сплочение стран вокруг России, вот это вот противостояние России и Запада, то есть говорят, что она будет еще больше углубляться, это противостояние. То есть можно сказать, что какое-то вот происходит, такое вот блоки создаются вокруг стран и вот так будет как-то новый миропорядок, как будет строиться. Что касается пересмотра итогов Второй мировой войны, то я бы так не сказал, потому что итоги Второй мировой войны, их основой является, если говоря, ООН, тот баланс сил, который был и так далее. То, что делает Россия, она делает в рамках своего пространства 1991 года. То есть это не связано с разделением Германии, с домилитаризацией Германии или еще чем-то. То есть когда поднимались бы эти вопросы, там реформа полная ООН и так далее, тогда можно говорить о полной пересмотре только Второй мировой. А здесь пока об этом говорить не приходится. Что касается формирования блоков, то есть очевидная тенденция, что мир перестал быть европоцентричным, западноцентричным. То есть даже когда в университетах преподают историю международных отношений или там в школе изучают историю. Все изучается с точки зрения того, а вот как было в Европе. А что там было в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, там в меньшей степени. Сейчас в этом смысле история меняется и, естественно, появляются новые блоки. Их сложно назвать именно союзами, потому что точки пересечения интересов имеются, но и точки столкновения интересов не меньше, если мы говорим про условный БРИКС, к которому сейчас Иран присоединится в сентябре, Аргентина пророчит еще несколько стран, Египет, например, хотя ЮАР обиделись, что, ну как обиделись, выразили такое небольшое недовольство, что китайцы поставили на повестку вступление африканского государства без консультации с ЮАР. Не суть. Но даже между теми Индией и Китаем, естественно, большое количество противоречий есть. Другое дело, что под это уже есть работающие форматы, которые не связаны непосредственно с БРИКС. Например, по вопросам обеспечения безопасности в Центральной Азии и по периметру этим спокойно может заниматься Шанхайская организация сотрудничества, которая, собственно говоря, где Индия присутствует, сейчас там на повестке тоже ряд стран стоит, Армения вроде как собиралась быть наблюдателем, но Азербайджан публично заявил, что будет повышать свою ситуацию от армянской страны, пока тишина. То есть к чему? Что создаются новые форматы, которые будут отвечать за свою зону интересов. И в этой зоне будут, естественным образом, минимизировать присутствие Запада. То, как, например, происходило в Сирии. То есть три стороны, Россия, Турция и Иран, решили, что им проще договориться здесь, на земле, потому что они непосредственно влияют на ситуацию, чем идти в каком-то блоковом, в блоковые упряжки с Западом, которые не влияют на ситуацию на земле в Сирии. Впрочем, между собой, поскольку это общая сфера интересов, договориться о правилах игры. То же самое во всем азиатском, ближневосточном, восточном части евразийского континента. Сергей, спасибо вам большое за интересное интервью. Вам спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова